итак цвет последний четвертый дом которому мы движемся сегодня что там расскажи вот маленький уже сразу видно уменьшение лотов 4636 а со временем лоту уменьшались вот и он маленький по фото джо него всего 1172 скверфута то есть это бой до меньше 1200 я думаю что свет это где-нибудь сто квадратных метров до 3 бедра на два база тесненько-тесненько такое как что они хотят заезжать хочу вещь всего миллион четыреста двадцать восемь за две спаленки три спаленки туалета три спаленки два туалетика без всякого пространства для жизни если бы они также мудро закрыли вот эту вот патио да у них бы существенно площадь дома увеличилась дар не можно было там что-то сделать вот и сегодняшний как у нас день не прошел зря потому что мы видим что люди делают у нас как бы дизайнерские такой воркшоп да но это можно сделать там где вот дом совершенно с воской крыши да то есть они вот так вот закрыли красиво этот ярд таким полукруглым таким потолком и сразу стал красиво да это самое если у тебя дома такой кассидрел там дырка тоже наверно можно закрыть кафедральный тоже можно закрыть наверное но вот это интересно все да и пи 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 немножко перенесли стенки сделали более разумного размера спальни значит что нам сказал агентка что уже контракт у них есть у них уже на этом году просто был заявлен на open house раньше не стали просто вот то есть 18 дней на маркете но при этом они уже собственно правда сейчас нет да я с ней поговорил вот я говорю как вот рынок сегодня то что было летом когда просто жор шел она говорит знаешь где такого жора нету такого дурдома нету нет такого чтобы сразу много офферов давали и так далее но цены вне с ней идут как-то стабилизировалась как она это сформулировала вот но как мы видим там за 18 дней продать дом который стоит что миллион семьсот чем-то плохо тем более что там да давайте тут получается люди когда покупают дом значит нет значительная часть привлекательности дома даже что недавно отремонтировать состоит то что в принципе в перспективе может быть не мы может быть наши дети может быть мы но не сейчас а через 10 лет значит вот мы тут достроим пристроим увеличим правда это это же существенно как потенциал кроме того что этот потенциал на денег стоит потом когда ты продаешь одно дело ты продаешь там нет потенциала другое дело ты продаешь там есть потенциал ну то есть вот как бы как бы это тоже часть цены фактически это тоже часть цены ну что же мы едем по такому странному месту я не вижу тут айклеров айклеров особо говорят что мы приехали номер дома нам 507 а тут девяносто один час где-то мы или можем проскочили или где а точно а наш знакомый дэйв кларк его продает но это конечно более современный вид этого айклера в том смысле что он тоже без чертака ну сейчас посмотрим давай я выйду мы друзья тот дом который мы сейчас будем смотреть а вот справа соседний дом у меня такое ощущение было что тут три морские мины такие вот с пальмами ну ладно так у меня может быть неправильной ассоциации и вот наш дружбан дэйв кларк который продал половину сани вейла вот он вряд ли он там сам на месте будет потому что у него так много продаж одновременно что он поднанимает довольно много разного народа которые сидят вместо него на open house ах ну вот такое место я друзья как чувствовал что что-то здесь не так потому что эйклеры айклеры не строили после 65 года здесь год постройки 68 оказалось что это не совсем айклер а это другая конструкция это бал бей эйкл это шестьдесят восьмого года домик постройки и вот у него потолки знаете какие высокие он похож немножко но это но это не то это это в общем-то другое вот хотя я бы сказал что на мой вкус это более даже привлекательно хотя есть какие-то вещи похожие да вот видите вот тут такое патио маленькая с доступом в гараж и могут какие-то еще хозяйственные вещи есть вот тут такой стенджинг красивый смотрите очень мило так вот крыша асфалт шингл новенькая совсем так хорошо давайте мы так еще немножко пройдемся вот тут кухонька вот мы с улицы пока на нее смотрим так сказать что землю здесь плохо я бы сказал просто глухая задница между нами тут не пропорции какой-то такой трапециевидный лот земли почти нет вообще это не очень симпатичное место в этом смысле не очень подделали что-то скучно очень миленько такая очень симпатичная девочка из англии хорошенькая вы видите я чувствую у нее акцентик я говорю ты откуда сама не из франции честно она так удивилась я лично как из англии я бы ну хорошо не то что мы каждый день с англичанами то здесь очень мило я хочу сказать что даже некоторые элементы дизайна вот прям как у нас дома света делала саневая так тут у нас это что мастер бедрум видимо да так давайте посмотрим если это мастер то здесь должен быть туалетик слушайте туалетик с выходом на улице это очень прикольно ребят честно это выход на улицу а вот тут можно умыться исправить нужду большой малую и очиститься от скверной пожалуйста искать омывание бренды плоти а что делать так бедрумщик тут три бедрума три бедрума и два баструма в этом доме тоже вот знаете выход на улицу прямо здесь вот он так подожди может гараж посмотрим какой там у нас гараж так гараж хороший на две машины пустой так чувствуется что с 68 года тут никто ничего не делал и как часто бывает в гаражах американских здесь стоит машина стиральная машина сушильная причем они не просто стоят они реально подключены вот видите там все дела это действующее гараж чистенький как будто тут вообще никто не живет обычно тут на полках навалено мусорные баки так мы покидаем в этот вот бедрум он не такой маленький хотя в общем то небольшой конечно мы его покидаем так тут у нас что тут у нас шкафчик такой полочки там простынки там наволочки у кого что вот вот еще один бедрум а мы мы тут только что были это мастер у которого там из-за туалет 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 туалет